Действие настольной игры Мессина 1347 разворачивается в охваченном эпидемии чумы в Большом Торговом Городе. Пока кругом бушует черная смерть, мы будем спасать горожан, помещая их в карантин, и пытаться остановить заразу огнем. В поместье всегда найдется работенка для прошедших карантин горожан. Ну а после, когда ближе к концу игры чума начнет утихать, попытайтесь вернуть жителей, заселив Мессину и таким образом восстановив прежнюю жизнь в главнейшем торговом порту Сицилии. В игре используется необычная механика выставления и перемещения рабочих, разветвленная система получения бонусов и производства ресурсов. Вы будете развивать свое поместье, параллельно зарабатывая рейтинги, которые откроют для вас все новые и новые возможности. Все это на протяжении шести игровых раундов, по итогам которых определится тот, кто сделал больше для спасения города. Интересно? Тогда устраивайтесь поудобней. Мы отправляемся в Мессину 1347 года. Городок Мессина собирается из гексов, представляющих собой различные районы города. Для начала отсортируем их по буквам на рубашках А, Б и С. Также обратите внимание, что некоторые гексы А используются только при определенном количестве игроков. Просмотрите всю стопку и уберите лишние в коробку. Оставшиеся гексы А сложим стопкой. Добавим к ней один гекс Б, выбранный случайным образом. После чего перемешайте стопку лицевой стороной вниз. Теперь гексы нужно разложить случайным образом, соблюдая контур города, который зависит от количества игроков. Например, мы играем вчетвером, поэтому перемешанные гексы раскладываем вот таким образом. Не забыв расположить по углам согласно схеме гексы портов. Гексы Б и С используются при любом количестве игроков, но войдут в игру позже. В закрытую перемешайте стопку гексов С, положите оставшийся гекс Б лицевой стороной вниз наверх стопки и разместите стопку где-нибудь неподалеку. Ресурсы, монеты, жетоны огня, жетоны мощного огня и фишки древесины, а также жетоны горожан и фишки крыс формируют общий запас. Они постоянно будут использоваться по ходу игры и количество этих компонентов в запасе считается неограниченным. А вот кубики чумы ограничены и их количество, которое будет использоваться в партии, зависит от числа игроков. Колесо населения держите под рукой, чтобы хотя бы один игрок мог легко до него дотянуться. Установим его случайным образом, так чтобы в окошке был виден случайный значок с крысой и случайный набор из трех цветов. Следующие жетоны нужно поделить на стопки по типам. Жетоны причалов сложите в стопку лицевой стороной вниз и перемешайте. Жетоны кораблей отсортируйте в стопки по номерам. Перемешайте каждую отдельно, а затем сложите одну на другую в порядке номеров, единица сверху. Жетоны улучшений домиков для карантина разделите случайным образом на три равные стопки. Поместите их на игровой планшет лицевой стороной вниз и раскройте верхний жетон в каждой стопке. Жетоны повозок разделите на пять пар по номерам на обороте. В закрытую перемешайте каждую пару. Затем сложите их в две стопки по возрастанию номеров. Цифра пять должна оказаться сверху. Переверните стопки так, чтобы повозка с номером один оказалась наверху лицевой стороной вверх и сложите обе стопки на игровой планшет. Жетоны мастерских отсортируйте по эпохе, первая и вторая, и по классу горожан. Перемешайте каждую из шести стопок. Жетоны первой эпохи – это мастерские для ранней игры. Положите эти три стопки на игровой планшет лицевой стороной вниз, после чего переверните верхний жетон в каждой стопке. Жетоны второй эпохи – мастерские для поздней игры. Их пока отложите в сторону лицом вниз. Маркер раунда положите на первую ячейку таблицы раундов. Жетон приоритета рейтингов в первой партии не используется, но в дальнейших партиях вы можете использовать его для замены первого столбца таблицы раундов, меняя таким образом параметры игры. Каждый игрок выбирает себе цвет и берет планшет игрока, помощников, маркеры, фишки и диски смотрителей выбранного цвета. Возьмите также планшет свитка и положите рядом с планшетом игрока стороной А вверх. Сторона Б, свитка и личного планшета предназначена для опытных игроков и предполагает асимметричные возможности для каждого участника. Оставьте трех помощников возле личного планшета. Вы отправите их Мессину в свой первый ход. Двух оставшихся положите в общий запас. Вы сможете получить их по ходу игры. Поместите три маркера в нижнее деление трех счетчиков на вашем планшете свитка. На вашем планшете игрока есть три места для фишек смотрителя. Возьмите фишки вашего цвета и положите их на соответствующие начальные деления. Возьмите по одному диску каждого игрока и разложите их случайным образом на треке порядка хода. В таком порядке игроки будут совершать ходы в первом раунде. Сложите диски игроков в стопке в обратном порядке на делении 1 каждого счетчика рейтингов. Таким образом, диск игрока, который ходит последним, будет сверху стопки. На счетчике победных очков диски первого и третьего игроков размещаются на делении 0, причем диск третьего игрока сверху. Диски второго и четвертого игрока на делении 1, диск четвертого игрока сверху. И, наконец, дайте по одной монете третьему и четвертому игроку. Теперь проведем подготовку к первому раунду игры. Похожая подготовка будет проводиться и перед началом каждого последующего раунда. Нужно добавить в месину корабли кубики чумы и жетоны горожан. В первом раунде прибывает один корабль. Возьмем верхний жетон причала из стопки, чтобы определить, к какому причалу пристанет корабль. Поместите верхний жетон корабля лицом вверх в одну из свободных ячеек этого причала. Положите на этот корабль 1 кубик чумы. Теперь чума распространяется по городу. Поверните колесо населения на одно деление по часовой стрелке, чтобы открыть в окошке новый набор символов. Добавьте один кубик чумы на каждый гекс с таким же символом крысы, как на колесе. Бывает три символа крыс. Стоячая, как в нашем случае, повернутая влево и повернутая вправо. Находим такие символы на поле и помещаем на гекс по кубику чумы. Для каждого из трех классов горожан добавьте по одному жетону горожанина соответствующего класса на каждый гекс такого же цвета, что открылся на колесе. Монахини – фиолетовые кварталы. Ремесленника – в каждый синий. Аристократа – в каждый белый. Партия в Мессину длится шесть раундов. Игроки по очереди совершают ходы в том порядке, в котором расположены их диски на треке порядка хода. Сперва у каждого игрока есть три помощника и, соответственно, три хода в раунд. Далее по ходу игры у некоторых участников может стать больше помощников и больше ходов. Раунд кончается, когда все игроки использовали всех своих помощников. Свой ход разыграйте по порядку следующие этапы. Выбор гекса, спасение горожан, борьба с чумой и, наконец, действие гекса. Выберите гекс и поставьте на него одного из своих помощников. Спасите горожан, если они там есть, и заберите их в свое поместье. Боритесь с чумой. Выполните действие, указанное на гексе, или заселите район. Кроме того, благодаря рейтингу популярности в народе, ваши усилия в борьбе с чумой могут дать вам действия, которые можно будет выполнить в любой момент во время этапа 4. Также, в любой момент этого этапа вы можете заплатить монеты, чтобы повысить свой рейтинг в городе или у церкви. Также, существуют два других вида ходов. Это отправить помощника на причал, или отозвать помощника обратно к себе в поместье. Об этом детальней мы поговорим позже. А сейчас давайте разберем каждый этап хода игрока подробней. В первом раунде все доступные помощники находятся у вас рядом с планшетом, а не на поле. Поэтому просто возьмите помощника из своего поместья и поставьте на гекс, на котором еще нет помощников других игроков. Ваша фишка отмечает, на каком гексе вы работаете в этот ход и блокирует его, не позволяя никому, даже вам, выбрать этот гекс снова в этом раунде. В последующих раундах, то есть со второго по шестой, ваши помощники уже будут находиться на гексах, занятых в прошлом раунде. Они будут находиться в положении плашмя. Это означает, что помощника еще не использовали, и такие помощники не блокируют гекс, на котором находятся. Стоящая же фишка помощника, наоборот, блокирует гекс и означает, что помощник уже использовался в этот раунд. Итак, выберите лежащего плашмя помощника, которого будете использовать, и поставьте его на выбранный гекс. Бесплатно можно выбрать тот же гекс или любой соседний. Но чтобы передвинуть помощника на гекс, который находится дальше, нужно заплатить одну монету за каждое движение, кроме первого. Например, чтобы попасть вот сюда, нужно будет заплатить раз, два, две монеты. Первое движение бесплатно, один и два. При этом на конечном гексе не должно быть стоящих помощников, ни ваших, ни любого другого игрока. Проходить мимо чужих стоящих помощников можно, нельзя заканчивать движение. Что касается дополнительных помощников. Получить их можно, повышая свой рейтинг в городе. Вот здесь вы разблокируете одного, здесь второго. Новая фишка кладется плашмя в ваше поместье. В свой ход вы сможете ее использовать, но только если уже использовали всех своих помощников в Мессине. Вот теперь можно использовать этого. И выставить его можно в любой незаблокированный гекс. Итак, допустим, вы переместились. Если вы выбрали гекс, на котором есть жетон горожанина, вы спасаете его. Или несколько горожан, если на гексе находится сразу несколько жетонов. Поместите жетон в свое поместье, но по следующим правилам. Если на выбранном гексе нет кубика чумы, то поместите такой жетон горожанина в любой пустой квадрат сектора, соответствующий классу горожанина. Аристократы, ремесленники и монахини. Данный жетон я могу поместить, например, вот сюда. В каждом секторе есть 6 квадратов. Если вдруг подходящих пустых квадратов нет, то жетон просто сбрасывается. Старайтесь такого не допускать. Если же на выбранном вами гексе есть кубик чумы, то в этом случае горожанин отправляется в карантин. Поместите жетон в квадрат с цифрой 1 любого пустого домика для карантина. Если же все домики уже заняты горожанами, то сбросьте новый жетон. Обратите внимание, в каждом домике может находиться ровно один горожанин. Даже если один из квадратов свободен, сюда вы поместить новый жетон горожанина не можете. Домик считается занятым. Далее идет шаг борьбы с чумой. Если на выбранном гексе есть кубик чумы, вы можете потратить один жетон огня, чтобы удалить этот кубик. Если кубиков чумы на гексе несколько, вы можете удалить столько, сколько хотите, но за каждый нужно потратить один жетон огня. Удаленные кубики возвращаются в запас. На более поздних раундах цена за уничтожение чумы вырастет до двух жетонов огня. Это указано в таблице раундов. Зато за удаление каждого кубика вы будете получать два победных очка. Если на выбранном гексе остались кубики чумы, после того, как вы потратили или не стали тратить жетоны огня, вы получаете одну фишку крысы за каждый кубик чумы, а сами кубики остаются на гексе и на следующий раунд. Крысы это плохо. Не стоит накапливать их в своем поместье, поскольку в конце игры за них вы получите штраф. Об этом чуть позже. За каждый уничтоженный кубик чумы продвиньте свой диск на одно деление вперед на счетчике рейтинга в городе. Если это приведет к другим действиям, можете выполнить их до, после или во время действия на гексе. Что тут за действия, мы рассмотрим чуть позже. Вы начинаете игру без жетонов огня, но можете получить их по ходу игры. Поначалу удаление каждого кубика чумы на гексе с вашим помощником стоит всего один жетон огня. Позже цена вырастет до двух жетонов огня за кубик. Вы также можете получить жетон мощного огня. Обратите внимание, что это не равно двум обычным жетонам огня. Это именно жетон мощного огня, который позволит вам удалить кубик чумы из своего гекса и вместе с ним один кубик из любого соседнего с ним гекса. Однако, его также можно, хоть это и не очень эффективно, использовать как обычный огонь. То есть, игнорировать его способность удалять один соседний кубик. Ну, например, соседних кубиков нет, но вам очень нужно удалить вот этот кубик, а обычного огня нет, есть мощный, да, он тоже подойдет. Также он сможет удалить два кубика из вашего гекса. Если для удаления одного кубика нужно два жетона огня, жетон мощного огня тоже для этого подойдет. Но, если для удаления одного кубика чумы нужно два жетона огня, то чтобы с помощью мощного огня удалить еще и соседний жетон, вам все-таки понадобится два жетона мощного огня. Кубик чумы на корабле не соседствует ни с районами, ни с причалами, ни с другими кораблями. Поэтому, используя мощный огонь на корабле, вы не сможете таким образом удалить дополнительный кубик. И, наконец, на последнем этапе своего хода игрок выполняет действия гекса, указанное в левом верхнем углу. Вместо того, чтобы выполнять действия гекса, вы можете заселить гекс горожанами из вашего поместья. Для этого нам понадобится вот эта информация, которая указывает на то, какие нужно для этого потратить ресурсы, каких нужно сюда отправить горожан на тележке, чтобы заселить район, и сколько это принесет победных очков в конце игры. Еще на этом этапе вашего хода вы можете выполнить любые действия, полученные при помощи повышения рейтинга в народе, и заплатить монеты за повышение в двух других рейтингах, что также может привести к дополнительным действиям. Есть и другие способы использовать помощника в свой ход. Вместо того, чтобы выставлять его на гекс, вы можете отозвать его в поместье. Просто поставьте его рядом с планшетом и получите одну монету. Этого помощника нельзя использовать до следующего раунда. Зато в следующем вы сможете выставить его на любой доступный гекс. Это не очень эффективный способ использовать помощника, но он позволяет справиться с ситуацией, когда все ближайшие гексы заблокированы, и вы не можете заплатить за передвижение на дальние гексы. Вы можете поставить помощника на жетон корабля вместо гекса. При таком движении причал считается отдельным гексом, соседствующим только с портом. Так что все районы, соседние с портом, находятся как бы в двух гексах от причала. То есть, если я захочу попасть на корабль вот отсюда, мне нужно сделать раз, два, вот такое движение, и заплатить за него одну монету. Помощник на причале не блокируют его для других помощников. Об этом говорит вот эта иконографика. Помощников ограничивает только наличие кораблей. Итак, если вы решили зайти на корабль, то все этапы хода разыгрываются как обычно. Выберите корабль, причаливший к Мессине, и поставьте к нему на причал по обычным правилам движения своего помощника. Далее, боритесь с чумой на корабле. Если вы побороли чуму, то по обычным правилам подвиньте свою фишку в рейтинге народа. Если вы чуму не побороли, то получите фишку крысы. В любом случае, после этого уберите этот кубик чумы, заберите корабль к себе в поместье, получите монеты, которые на нем нарисованы. Помощник остается на причале. За некоторые корабли можно получить не только монеты, но еще и победные очки. Но самое главное, что если полученный вами корабль четный, то есть второй, четвертый, шестой и так далее, вы также получаете возможность подвинуть одного из своих смотрителей. Товары с корабля будут важны при финальном подчете очков. В обычной игре все виды товаров ценятся одинаково. В продвинутом варианте нужно собирать именно товары одного типа. Теперь рассмотрим все действия гексов. Начнем с самого простого. Это получение ресурсов. Монет, дерева, обычных жетонов огня, жетона усиленного огня. Выполняя такие действия, просто берите из запаса соответствующий жетон, компонент и кладите в свое поместье. На ресурсы, которые хранятся у игроков, никаких ограничений нет. Далее. Действие повышения рейтинга в церкви и в городе. Это действие позволяет вам продвинуть свой диск на одно деление по соответствующему счетчику рейтинга. Действия на поле позволяют вам продвинуться бесплатно, но также вы можете продвинуться за монеты. Заплатив по одной монете за каждого вашего доступного помощника, вы продвигаетесь на одно деление. Делать это можно в свой ход, в любой момент, на четвертом его этапе и сколько угодно раз. То есть, есть у вас, например, три доступных помощника, заплатили вы шесть монет и продвинулись по этому треку дважды. Вот это действие позволяет вам продвинуть один из своих маркеров на планшете свитка. На вашем планшете свитка есть три счетчика. Каждый дает награды за те или иные аспекты игры при финальном подсчете. Таким образом, выполняя это действие, выберите один счетчик и продвиньте свой маркер на деление вверх. О том, каким образом начисляются очки по планшету свитка, мы поговорим чуть позже, когда будем разбирать финальный подсчет. Продвижение смотрителя. Это вот такие действия. Вашим поместьем управляют три смотрителя. Три круглые фишки, стартующие с середины планшета. Когда у вас появляется возможность продвинуть смотрителя, вы можете получить выгоду от некоторых горожан в вашем поместье. Например, давайте представим, что у меня уже есть несколько горожан в поместье. Итак, вот эти действия позволяют единожды продвинуть соответствующего смотрителя. Это действие позволяет продвинуть одного смотрителя на ваш выбор. А продвигая смотрителя этим действием, вы можете сперва пропустить одну ячейку пути. Смотрители двигаются по указанному пути. Продвигая фишку второй раз, вам нужно будет выбрать одну из развилок, по которой дальше пойдет ваш смотритель. Смотритель, прошедший все шесть ячеек пути, больше продвинуться не сможет. На одной ячейке может находиться две фишки смотрителей. Зачем вообще их двигать? Каждая ячейка пути позволяет вам активировать то или иное количество горожан в окрестностях, когда в нее продвигается смотритель. Сразу оговоримся, что при одном продвижении нельзя дважды активировать одного и того же горожанина. Итак, разберем ячейки пути. Первая ячейка любого пути соседствует с двумя квадратами для горожан. Если в хотя бы одном из этих квадратов есть горожанин, то вы можете активировать свойства этого квадрата. То есть здесь, например, я смогу выполнить действие строительства. Но если здесь ни в одном из квадратов монахинь не будет, то я никакого эффекта не получу. Если вот так обе монахини находятся здесь, то я могу либо выполнить действие строительства, либо получить жетон огня. То есть на этой ячейке или-или. Вот здесь нарисована косая черта, говорящая о том, что нужно выбрать что-то одно. Эта ячейка граничит с кварталом из трех квадратов. И зайдя в эту ячейку, вы можете активировать один любой квадрат, в котором находится горожанин. Вот эта ячейка указывает на два разных квартала. И видите, здесь стоит плюсик. То есть я могу активировать одного любого горожанина на выбор из этого квартала и одного любого из этого. Но если в одном из кварталов горожан нет, то, соответственно, я смогу активировать на выбор только одного из этого квартала. Следующая ячейка работает аналогично. И, наконец, передвинувь смотрителя вот в эту ячейку, вы можете активировать не более трех горожан, находящихся вообще в вашем поместье. То есть они могут находиться в любом месте поместья, даже в одном и том же квартале. После чего смотритель оказывается в центре и не может продвигаться дальше. Некоторые деления рейтинга у ЦРК позволяют вам улучшить любого смотрителя на ваш выбор. Переверните фишку выбранного смотрителя на улучшенную сторону. Отныне он позволит вам активировать больше горожан в кварталах, через которые проходит. Но вы все еще не можете активировать одного горожанина дважды за продвижение. Как это работает? Вот в этой ячейке, если в обоих квадратах по соседству есть горожани, то вы можете активировать эффект обоих квадратов. Но если в одном из квадратов горожанина нет, вы не можете дважды активировать его. Вы просто единожды активируете свойства этого квадрата. В следующей ячейке активируйте не более двух горожан в этом квартале. Если горожанин при этом есть только в одном квадрате, то активируйте единожды только его. В такой ячейке активируйте не более двух горожан в квартале соответствующем улучшенному смотрителю и одного горожанина в соседнем квартале. Если в кварталах меньше горожан, активируйте только доступных. И учите, что в последней ячейке улучшенный смотритель работает так же, как и обычный. То есть вы можете активировать всего трех горожан в любом месте вашего поместья. После чего улучшенный смотритель помещается в центр и больше не ходит. Действие улучшения горожанина. Это действие позволяет улучшить один из ваших жетонов горожан. Жетон этот может находиться в мастерской, в одном из трех секторов или даже в карантине. Переверните жетон на золотую сторону. С этого момента, пока горожанин в мастерской, он приносит вам одно победное очко в фазе производства. Некоторым мастерским требуются улучшенные горожани. Другие производят больше, если в них работает улучшенный горожанин. То есть по итогу вот эта мастерская будет производить две монеты и три победных очка. Чтобы вообще эти мастерские построить, нужно разыграть действие строительства. Действие строительства позволяет вам улучшить свое поместье, построив в нем мастерские, улучшив домики для карантина. Или вы можете построить повозку, которая поможет вам заселять миссину. Перед тем, как выполнить строительство, вы можете обновить все улучшения домиков для карантина, либо все мастерские. Заплатите одно победное очко или один ресурс любого типа, после чего переместите верхний жетон каждой стопки под низ и раскройте новый. Мастерские с жителями будут что-то производить в конце каждого раунда, а улучшение домика для карантина позволит сделать так, чтобы находящиеся на карантине жители приносили еще и какую-то пользу. То есть тоже производили какие-то ресурсы. Итак, как улучшить домик для карантина? Все просто. Выберите один из доступных жетонов улучшения, заплатите цену, заберите этот жетон и раскройте следующий в стопке. Жетон улучшения поместите в один свой домик для карантина, в котором еще нет улучшения. Теперь горожанин в этом домике будет выполнять для вас работу в конце раунда. Точно так же строятся и мастерские. Выберите один из доступных жетонов, оплатите его стоимость, заберите жетон, раскройте следующий из стопки. Поместите мастерскую рядом с планшетом вот с этой стороны. Не обращайте внимания, что здесь всего шесть мест. На самом деле мастерских вы можете построить и больше. Если вы каким-то образом умудритесь построить больше шести, то просто размещайте эти жетоны рядом. Сама по себе без горожанина, разумеется, мастерская работать не будет. Вы можете в любой момент переместить жетон горожанина подходящего типа в эту мастерскую. Единственное, что нельзя перемещать горожан из карантина и из других мастерских. Причем вы вправе подождать до этапа производства. Вот я построил мастерскую, например, у меня фишка смотрителя находится вот здесь. В процессе раунда я хочу переместить ее вот сюда, воспользоваться свойством этого аристократа. И уже непосредственно перед самой фазой производства я могу взять этот жетон, поместить сюда и таким образом запустить мастерскую. Обратите также внимание, что в мастерскую, где требуется улучшенный горожанин, вы можете поместить по какой-либо причине не улучшенного горожанина соответствующего типа. Мастерская работать не будет, но таким образом вы освободите себе место в поместье для того, чтобы, например, сюда еще каких-то новых горожан добавить с поля. Мастерские первой эпохи имеют вот такой символ бесконечности. Это означает, что они будут производить вам ресурсы в конце каждого раунда. При подготовке пятого раунда мастерские на игровом планшете заменяются новым набором. Их можно строить по тем же правилам, но если вы обратите внимание, здесь вместо символа бесконечности находится символ молнии. Это означает, что вы немедленно получаете указанную награду после того, как разместите в такую мастерскую горожанина. Но награда дается лишь один раз. Мастерские второй эпохи ничего не производят в конце раунда. То есть, например, вот я построил такую мастерскую, помещаю в нее подходящего горожанина, получаю монету и 4 победных очка, после чего переворачиваю жетон. Но горожанина оставляю сверху, таким образом отмечая, что награда за эту мастерскую уже получена. Повозки. Они нужны для заселения мессины и получения победных очков. Выберите доступный жетон повозки, оплатите его стоимость. Если на повозке указаны победные очки, то получите их немедленно. После чего положите повозку возле своего планшета. Про заселение мессины. Когда придет время выполнения действия, то есть на четвертом этапе вашего хода, после того, как вы уже переместились, спасли горожан, поборолись с чумой, вместо того, чтобы выполнять вот это действие, вы можете выполнить заселение. Нельзя заселять порты и районы, которые ранее уже были заселены. Итак, в первую очередь оплатите указанную стоимость. Я возвращаю в запас одну монету. Затем переверните одну из ваших повозок. Ваши горожане отправились в мессину именно на ней. Повозку можно использовать только один раз за раунд. В конце раунда повозки перевернутся обратно и могут быть использованы в следующем раунде. Итак, переворачиваем повозку. Теперь верните горожан из вашего поместья в общий запас. Я возвращаю аристократа и ремесленника. Теперь они живут не у меня в поместье, а вернулись обратно в мессину. Положите ваш жетон заселения на гекс, таким образом обозначив, что гекс заселен. Если на гексе при этом был хотя бы один кубик чумы, то получите одну фишку крысы. Обратите внимание, что некоторые гексы для заселения требуют именно улучшенного горожанина. То есть вы не можете здесь сбросить обычного ремесленника. Но вы можете использовать улучшенных горожан, улучшенные жетоны, для того, чтобы заселять вот такие требования по обычным горожанам. То есть я могу улучшенного аристократа сбросить, одного обычного и одного улучшенного ремесленника. Ну, например, у меня нету еще одного обычного аристократа. А вот этот гекс, например, для заселения требует сбросить помощника. В таком случае вы должны использовать помощника все еще доступного в этом раунде. То есть вот этот стоящий работник не подойдет, как и вот этот. Убираем работника либо из вашего поместья, либо лежащего все еще на поле плашмя. Мы убираем его прямо в коробку, то есть он выходит из игры насовсем. Далее, как я уже говорил, после того, как вы выполнили все требования заселения, накройте их своим жетоном заселения. Теперь ваша репутация связана с этим районом, и его будущее отразится на вас. Каким образом? Когда этот гекс будет выбран помощником, причем не важно вашим, либо другого игрока, вы, как заселивший этот район, получаете немедленно два победных очка. Но также, если в заселенном вами районе появляется кубик чумы, то вы получаете одну фишку крысы. Теперь разберем эффекты трех рейтингов популярности. Рейтинг в народе, рейтинг в городе и рейтинг у церкви. Во-первых, от вашего положения на этих рейтингах зависит порядок хода. А в конце игры вы сможете получить за них очки. Повышение рейтинга часто дает мгновенные бонусы. Единственный способ повысить свой рейтинг в народе – бороться с чумой. Рейтинг в народе дает вам действия, похожие на те, что можно получить на гексах города. Их можно выполнять в любой момент на этапе действия, в тот ход, когда вы их получили. Рейтинг в городе – единственный способ получить больше помощников. Продвинув диск на это деление, возьмите одну фишку своего помощника из общего запаса и положите возле своего планшета. Продвинув диск на это деление, вы можете выполнить любое действие, указанное на любом гексе мессины, даже если его блокирует фишка помощника. Рейтинг у церкви позволяет вам улучшать или продвигать смотрителей по вашему планшету. Конкретно вот это действие позволит вам сначала выбрать и улучшить любого своего смотрителя до второго уровня, а затем продвинуться по любому треку смотрителей. Продвинув диск на эти деления счетчика рейтинга у церкви, вы можете активировать указанное число горожан на своем планшете. Если при продвижении ваш диск останавливается на делении, на котором уже лежат диски других игроков, положите свой диск сверху. Это позволит избежать ничьей при определении порядка хода в конце раунда. Подобных ничьих будет приоритет у игрока, чья фишка лежит сверху. Если вы получили повышение рейтинга во время производства, например при активации в своем поместье вот этой мастерской, продвиньте свой диск немедленно. Однако если это повышение приводит к действию, то вы не выполняете это действие до этапа действий вашего следующего хода. А если это еще и произошло в конце финального раунда, то вы так и не выполните связанное с ячейкой действие. Давайте теперь разберем ход игрока на примере. Итак, я например играю за желтых и хочу в этом ходу выполнить действие строительства. Смотрю где в миссине поблизости от моих помощников есть это действие. Это вот здесь и вот здесь. Я выбираю своего помощника, который лежит плашмя, то есть еще не активировался в этом раунде. Перемещаю его на 1-2. За это перемещение я должен заплатить одну монету. Обращаю ваше внимание, что помощник фиолетового игрока мне не мешает, поскольку лежит плашмя. Далее спасаю горожанина. Монахиню помещаю в карантин, поскольку в районе есть кубик чумы. Далее борюсь с чумой. Я должен потратить один жетон огня, чтобы не получить крысу. Но я решаю потратить жетон мощного огня, чтобы убрать кубик из этого гекса, где я нахожусь, и из соседнего. За это я продвигаю свой рейтинг в народе на 2 и получаю бонусное действие. Могу продвинуть одного из своих смотрителей. Я бы мог сначала выполнить строительство, но я решаю продвинуть вот этого смотрителя, который позволяет мне активировать одного из вот этих ремесленников. Я бы мог активировать вот этого, но решаю активировать вот этого ремесленника, поскольку он принесет мне ресурсы, которые помогут при строительстве. Беру монету и древесину, и теперь, собственно, выполняю действия строительства. Смотрим. Вот здесь у меня есть улучшение для карантина за древесину. Трачу древесину, улучшаю домик для карантина, в котором у меня находится монахиня. На этапе производства эта монахиня произведет мне один огонь. И также у меня есть возможность продвинуться еще по любому из этих рейтингов за три монеты. У меня три помощника на поле. Я трачу три монеты, продвигаюсь в рейтинге в городе и получаю еще одного помощника. Беру его из запаса и кладу рядом со своим поместьем плашмя. После того, как активирую вот этого помощника, смогу потом выставить еще на поле и его. Я бы мог еще прокачаться в рейтинге в городе, либо в церкви. Но это для меня уже будет стоить четыре монеты, поскольку у меня есть четыре помощника. У меня столько нет. На этом мой ход закончен. Раунд заканчивается, когда все игроки использовали всех своих помощников. После этого горожане в мастерских и в улучшенных домиках для карантина могут что-либо произвести. И после производства горожане продвигаются в карантине. Производство все игроки могут выполнять одновременно. Итак, сперва домики для карантина. Горожанин в домике для карантина производит то, что указано на жетоне улучшения. То есть здесь монахиня произведет мне один жетончик огня. Далее. Мастерские, в которых есть горожане, производят то, что на них нарисовано. Вот здесь обычный горожанин произведет одну монету. Здесь монахиня улучшенная, поэтому она сама по себе производит одно победное очко. Жетончик огня. И еще два победных очка. Пустые мастерские, естественно, ничего не производят. Закончив с производством, продвиньте горожан по карантину. Горожанин из левого квадрата помещается в правый. А горожанин в правом квадрате выходит из карантина и размещается на квадрате в вашем поместье. Или если бы была у меня для него подходящая мастерская для монахини, я бы мог его поместить в мастерскую. Но таких мастерских у меня нет. Как проходит подготовка к следующему раунду? Продвиньте маркер раунда на следующее деление. Положите плашмя фишки помощников на всех гексах миссины. Уберите жетоны горожан с гексов, где есть кубики чумы. Сверьтесь с таблицей раундов. Посмотрите, у какого рейтинга приоритет в этом раунде. И поменяйте местами диски на треке порядка хода в зависимости от положения игроков на счетчике указанного рейтинга. В нашем примере желтый будет первым, следующим будет фиолетовый, после него красный и последним синий. То есть, если несколько игроков занимают одно и то же деление, приоритет за тем, кто выше. Возьмите жетон причала из стопки и поместите корабль на указанный причал. И на корабль положите кубик чумы. Если в таблице раундов указано прибытие двух кораблей, то поместите второй корабль с кубиком чумы в другую ячейку того же причала. Если заполнены все три ячейки на причале, то поместите корабль к следующему причалу по часовой стрелке. Если жетоны причала в стопке закончились, то перемешайте все четыре жетона и сложите в новую стопку. Теперь добавьте к миссине новый гекс. В городе есть шесть мест для добавления новых гексов. Они указаны на последней странице правил. Чтобы правильно выбрать место, начните с гекса порта и двигайтесь по периметру по часовой стрелке, пока не дойдете до еще не заполненного места. Вот сюда мы гекс уже добавляли. То есть, следующее место будет вот здесь. Выкладываем сюда новый гекс из отложенных на этапе подготовки. Если это начало пятого раунда, то уберите с поля все мастерские и замените их мастерскими второй эпохи. Поверните колесо населения на одно деление и добавьте кубики чумы, так как это делали при подготовке к игре. В раунде, отмеченном вот этим значком, нужно повернуть колесо еще на одно деление и добавить кубики чумы еще раз. То есть, сейчас мы добавляем кубики чумы в районы вот с таким значком, поворачиваем и добавляем еще и в районы вот с таким. Есть ограничения кубиков чумы. Запас кубиков ограничен и зависит от числа игроков. Может так выйти, что вы не сможете добавить кубики на все гексы, на которые должны. В этом случае не добавляйте кубики вовсе. Например, вы видите, что осталось три кубика и вы должны выложить кубики в более чем три района, значит вообще не выкладывайте кубики. Однако, когда вам нужно добавить кубики дважды, то и добавляйте их в два захода. То есть, можно добавить кубики в первый заход, даже если вам не хватит на второй. Затем, добавьте горожан, так же как делали в подготовке. То есть, сейчас мы во все красные районы должны выложить монахинь, во все оранжевые ремесленников, во все белые аристократов. Все. Теперь вы готовы начать следующий раунд. После окончания шестого раунда и после того, как игроки выполнят производство в мастерских и улучшенных домиках для карантина, игра заканчивается. Время посчитать победные очки. По ходу игры участники могут получить фишки крыс. Они отражают вспышки чумы, которые вредят репутации игроков. Пришла пора платить штрафы. За каждую фишку крысы отодвиньте свой диск на одно деление назад на счетчике рейтинга популярности в народе. Если таким образом вы вышли за край счетчика, просто оставьте свою фишку на первом делении. Потеряйте столько очков за фишки крыс, сколько указано в таблице. Получив штрафы за фишки крыс, проверьте ваше итоговое положение в каждом рейтинге. Если на делениях с вашим текущим положением указаны очки, получите эти очки сейчас. В рейтинге популярности в народе игроки также получают очки за отрыв от соперников. Первое место получит 10 очков, второе 7 и третье 3. В нашем примере желтый игрок получает 10 очков, красный игрок 7. Фишки синего и фиолетового игрока находятся на одном делении, поэтому среди них 3 очка получит тот, у кого больше жетонов огня. При этом жетон мощного огня считается за 2. Теперь получите столько очков, сколько указано на каждом заселенном вами гексе. В нашем примере желтый игрок получит 7 плюс 11, 18 очков. Не учитывайте 2 очка, указанные на самом жетоне заселения. Теперь посчитаем очки по планшету свитка. Я напоминаю, что по ходу игры у вас была возможность выполнять действия свитков, продвигающие ваши маркеры на этом планшете. Теперь вы получаете очки за 3 аспекта вашей репутации. Ваши маркеры отмечают, сколько очков вы получите по указанному аспекту. Итак, первый аспект это очки за построенные вами здания. Это улучшение домиков для карантина и мастерские. Повозки не учитываются. И максимум, сколько вы можете учесть, это 6 зданий. То есть, например, у меня здесь маркер продвинулся на 2. Это значит, за каждое здание я получу по 2 очка. У меня построено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зданий. Но учесть я могу 6. То есть 6 зданий умножаем на 2. Я получаю 12 победных очков. Следующий аспект это грузы с экзотическими товарами, которые вы получили по ходу игры. Разные виды товаров имеют значение только в продвинутом варианте. В стандартном вы, по сути, получаете очки за каждый полученный вами жетон корабля. У меня 3 жетона. Умножаю на 3. 9 победных очков. И третий аспект это жетоны заселения. То есть, сколько районов месины вы заселили. У меня, я напоминаю, 2 заселенных района. И я получаю 2х2 4 очка. И, наконец, сложите оставшиеся у вас монеты и жетоны огня, жетоны мощного огня, фишки древесины. Поделите получившееся число на 3 с округлением в меньшую сторону. Столько очков вы за них и получаете. Я получу всего 1 победное очко. Побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков. А на этом все. Если у вас еще остались вопросы по правилам, вы всегда можете задать их нам на электронную почту, в чате сотруднику на сайте hobbyworld.ru или же прямо в комментариях под этим видео. Кстати, если оно было для вас полезным, не забывайте поставить ему лайк и подписаться на канал. Оставайтесь с нами и играйте в настольные игры. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok